Ребята, привет! С вами Игнат. Начинаем новый ролик. Идем из Семейза смотреть Коцивели. План такой. Ну, как всегда, пойдем вдоль берега и прям все-все-все подробно посмотрим, потому что были осенью, зимой еще не были, а уже февраль. Аполлинария выложила в Telegram фотографии и что-то написала пост про пляж Коцивелевский. Я такой думаю, а фотографии как будто свежие, а может быть и не свежие. Я такой думаю, нет, все, беру камеру и бегу, бегу сломя голову смотреть, что там на пляже в Коцивеле. В самом начале я вас попрошу поставить лайк, если вдруг не подписаны, подписаться на канал. Ну и по мере просмотра написать какой-нибудь комментарий. Начинаем. Сегодня такое солнышко светит, немножечко такое, знаете, как туман в дыме, все в дымке, но тепло на улице 6 градусов. В общем, идем через аквапарк, посмотрим все наши видовые, проверим и потихонечку спустимся на пляж, на пляж, на набережную. И посмотрим. Кстати, может быть, Аполлинария вообще какие-нибудь фотографии летние выложила, но я... Особо не почитал почему-то, я, знаете, такой подскочил, все, Коцивеле, хочу Коцивеле. Слышите, что-то гремит? Я вот иду и не могу понять. То ли это гремит, что они доделают очистные, то ли уже началось там строительство на недострое. Не знаю, вот сейчас посмотрим. Но если я так хорошо, отчетливо слышу, наверное, скорее всего очистные. Такая тут зеленая трава, вот такая вот прям непонятная какая-то дымка. Обещают снова дождь завтра. Сегодня обещали вообще весь день переменную облачность, но она как бы так и есть. Но все же солнышко вышло, и это радует. С утра его не было. Для всех скучающих. Подробнее. Ой, запнулся. Подробнее показываю камни, никого нет. Сегодня рабочий день. Времени. Кстати, времени уже пятый час. Я иду туда, к закату. Как раз таки. И посмотрим закат. Парень с девушкой прошли, гуляли и все. Больше я никого не видел. И семьи из пустой. И здесь никого нет. Смотрите, ну и вы не увидите там. Короче, на горах, как идти на форос. Лежит снег. Вот такая вот ляпота. Дожди заколебали. Мощные дожди. Прям такие, знаете, что и идет, и идет, и идет, и идет. И даже на улицу не выйти из-за дождя, из-за этого. Не говоря уже о том, что поснимать. А еще такие дни были, что вроде бы как и дождь закончился. На улице ноль. С камерой тоже особо не погуляешь. Только вышел. Десять минут, все. Батарейка разряжена под ноль. Ноль и батарейка разряжена под ноль. Поэтому особо сейчас роликов не поснимаешь. Потому что все разряжается. И да, и вообще когда холодно, не очень-то гулять. А вот такая температура. Это то, что то, что доктор прописал. Так, походу, я иду опять через колодцы. Меня прям на эту тропинку все время тянет. Ой, птички, кстати, ребят, уже весенние прилетели. Не знаю, куда они улетают из Крыма. В Таиланд, может, на юг, на зиму. В общем, они уже прилетели. И поют. Здесь меньше. Вот вчера я гулял. Вчера я гулял по виноградникам. Так там. Прям трели. Везде, вон, вижу, мусорные пакеты стоят на обочинах. Пособирали, видимо, вот тут весь мусор, который скидывают, когда наблюдают за закатом. И прям такие пакеты полные-полные. Ну да ладно, молодцы. Птички прилетели. Видел шмелей. Потом подснежники вылезли. Трава свежая идет. Видел уже даже листья новые на кустах. Тоже вам покажу. Если сейчас попадутся, покажу. В общем, весна идет, весне дорогу. А всего-то сегодня второе февраля. Да, в Крыму очень быстро все это происходит. Только холод уходит. Сразу же все цветет и пахнет. Я говорю, сейчас еще глазом не успеешь моргнуть, а уже миндаль цветет. Он же, по-моему, февралей цветет. Я все первые года удивлялся, как зимой миндаль цветет. колодцы. И мое любимое место. Вот этот спуск. И эта зелень внизу. Прямо любуешься все время, когда мимо тут проходишь. Сейчас, кстати, посмотрим. Может, уже этот участок продали и закрыли. Ну, какой-то столб вроде как новый стоит. Сейчас мы все, ребят, увидим. Новый или не новый. Или старый заржавел. Очень много везде воды. Все люки переполнены. Это все, нет. Это старый столб. Отовсюду. О, наверное, продали. Растяжку убрали. Потому что тут дом прода... Ой, земля продается. Отовсюду вода льется. Все ручейки. И вдоль дорог. И на виноградниках. И везде, везде, везде. Тьма прям воды. Вот такое снеготаяние. А я представляю, что в Сочи там горы-то еще выше. У них снега еще больше. Наверное, вообще. Видите, никого одна машина проехала сейчас. И... Ну, я говорю, встретил только парня с девушкой. Вот. Этим я и люблю зимние прогулки. О, дорога, смотрите, какая прям такая глубокая выбоина. И тут глубокие выбоины. Ну, как бы не... Ничего удивительного, если по дороге вода все время льется. Котики вон бегают. Требуют пласки. Чтоб их погладили. Вон, сколько воды. Ну, а мы идем дальше. Подходим уже к аквапарку. Вот она, аквапарковская гостиница. Слева от меня кемпинг, если кто-то не знает. Тут тоже молодцы. Они насажали так много растений, которые зеленые круглый год. Очень здорово смотрится. Все, выходим на красоту. Выходим на берег. Сейчас посмотрим, кстати, есть ли тут новые обвалы. Видите, машина вообще все просевшая. Сели деревья на месте. Можжевельники бедные. Этот стоит. О! А вот это вот я не видел. Нифига, как берег ушел. О! И вот это я не видел. Еще вон один ушел можжевельник. Ё-моё! Все, берег подбирается прямо к дороге. А вернее, не подбирается. А уже подобрался. Смотрите, какой провал. Вот этого не было. Какая жесть. он, бедный можжевельник. Вот его бы пересадить куда-нибудь может. Он ниже краснокнижный. Ну, что, ребята, вот этот вот скоро тоже уйдет. Он уже вот прям еле-еле душа в теле висит. Так жалко. А здесь уже вот поребрики прям над пропастью висят. Слушайте, ну, жесть, конечно. А! Ну, это в том месте, вот где вот этот видимо тектоническая плита как-то не так сходится. И она, вот эта вот кочка здесь все время, и вот оно и туда пошло. Вот видите, как отсюда видно. ушло. А! И еще один можжевельник. Но этот уже полумертвый был, полусухой. Офигеть! Да уж! Жалко! О! Отсюда горы видно. Задний двор этот очень красивый аквапарковский. Ну, и я так думаю, что вот эти на очереди скоро этого островка уже и не останется. Вот видите, как важно ходить хотя бы раз в три месяца. Вот тут был провал, но сейчас он еще больше. Это вот дожди. О! Офигеть! Все, вот этому тоже хана. Он уже корнями там наружу. Видите, вон они корни. А вот этого такого трэша тут не было и там дальше. Да, скоро только по этим, по фотографиям и по роликам будем смотреть, какой тут берег был. Это вот эти вот дожди. Вода лилась. Вот так вот все поразмывало. Ой, а тут новые можжевельнички стали расти. Слушайте, но он тут прям еще целый. Его бы посадить куда-нибудь. Как жалко. Короче, капец этому берегу наступает. Надо фотографировать. Пока еще эти можжевельники я говорю можжевельники? А, ну да, это можжевельники на месте. Какой ужас. и он с каждым годом, видите, все, уползает, уползает и уже вот он на дороге. Да уж. Так, ну ладно, не будем о грустном. надо запомнить этот берег таким. Кстати, очень даже круто, что я прям и летом, и осенью снимаю, потому что реально можно будет потом отследить. О, все, смотрите, заволакивает солнце. Облака. Потому что можно будет отследить, что тут было и что тут потом случилось, как все эти деревья. А вон, кстати, уже можжевельники новые растут внизу. Ну, какие хорошие. Можно будет отследить, как все растет, ой, как уползает берег, можно будет отследить. Ну, и как растут можжевельники, тоже можно будет отследить. Кстати, вот тоже, смотрите, вот, уже прям висит над обрывом. Вот эта поляна, кстати, более-менее прям держится, берег к ней не подступает, и обвалов здесь нету. Видимо, здесь меньше волны бьют, наверное, вот сюда, в эту сторону. Ну, можжевельники, видите, висят уже тоже. Вот тут вот бьют волны. И вот такая красота. Кошечка, крыло-лебедя, можжевельнички. Облака ниже идут. Все-таки, видите, солнышко такое пробивается. Красота. Так, знаете чего? Наверное, мы сейчас еще зайдем на городской пляж. Посмотрим пляж. Зимние. Уже изменения-то там какие-то вот тут можжевельники вот этих. Видимо, было как-то вот так. Вот такая вот гущина должна была, густота должна быть вдоль дороги. но что-то пошло не так и поэтому в некоторых местах они уходят вместе с землей. жалко. Очень, очень, очень. Не понял, юмора, это что цветет? Розы? Смотрите, вот наверху на заборе какие-то розы. Вот так вот на фоне так и видно будет. Интересно. Девки пляшут. О, на шпылище стоит. Фу. Причем откуда она тут? Фу-фу-фу-фу-фу. Летом вот этот вот спуск открытый. Закрытый, вернее, зимой открытый. Прямо там закрыли, и там закрыли. Все, позакрывали. Но, с одной стороны, еще можно спуститься на тот дикий берег. Не знаю, ребят, слышно ли меня или нет, потому что ветер, но микрофон хитрозащитой у меня висит. Поэтому надеюсь, что меня слышно. Так, эти дома, на удивление, тоже в сохране. Новый автодом здесь раньше его не было. Так, ну и сейчас по традиции выйду вот на эту полянку и посмотрим на горы. По идее, уже должны быть видны горы позади меня. Так вот, буду держать камеру ПФА. Если их видно, там же облака. Даю панораму. Медленно, но верно. Там, пам. как-то осень ушел, тут фонарь один светит, вот этот на столбу. И тут народ какой-то танец учил. Это было еще в 21-м году, еще ТикТок тогда работал. По-моему, на материке ТикТок сейчас работает. Тут-то он и тогда в 21-м году как-то хреново работал, но работал. Лайт, помню, работал. Это у меня такое ощущение, что народ для ТикТока какие-то танцы изучал. Ну-ка, давайте сюда посмотрим. Бремчалки эти на сумках. Бремчат, а потом, когда сажусь ролик монтировать, думаю, что такое? Что такое? А это, блин, бремчалки. Ой. Потихоньку уходит, уходит берег. Вот, видимо, тоже свежий обвал. Так, но горы-то, в принципе, сказал про горы и провел быстренько камеру. Так, ну и чего? Идем на пляж. Хочу пофотографировать, но боюсь, что если я сейчас буду, как я люблю, на каждом сантиметре останавливаться и фотографировать, я до темна дойду туда. И надо было пораньше чуть выйти. Надо вообще взять зеркалку, объектив широкий и пойти без камеры именно фотографии поделать. прям широкая, 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 густая туча лежит прям по кромке горы. Ну что же, мы подходим еще к одному смотровому чудесному месту. люблю я тоже отсюда разглядывать. Кстати, сейчас посмотрим, что тут на пляже, может быть, отсюда и спустимся, но я так думаю, что пойдем лучше через ворота, потому что дожди были, все поразмывало. Кстати, недавно я снимал ролик и мне кто-то, я даже не помню какой, может быть, даже во влоге мне написали. Игната, у меня такое ощущение, как будто платформа выровнялась. Не, ребят, не выровнялась. Я сейчас, знаете, чего сделаю? Я сейчас достану влоговую камеру, я на нее фотографии делаю и влог снимаю. И я прям приближу, покажу, а вы, если вдруг не подписаны на влоговый канал, на него ссылка в описании, посмотрите потом влог, там будет название, то, что я ходил в Коцевеле, и посмотрите. Вот отсюда я не знаю, насколько видно или нет, видимо, я приближал, что кто-то, ну, с семи язык показалось кому-то, что она выровнялась после шторма. Но не, ребят, скорее всего, это так не работает, она уже, не выровняется. Так, вот эти все окрестности вам показать. И берег. Тетроподы такие зеленые стали. вот такая красота. Ну, я буду подсъемы делать сейчас для влога. Кстати, ветра практически нету, такой, если совсем легенький, на влоговом канале будет очень близко платформа, и вы увидите, что она не выровнялась. она по-прежнему под наклоном. Непонятно, откуда пыли столько на дороге. Грязи какой-то, следы от техники. Так чисто все время было. Катастройка, видимо, уже идет реально. Кто-то, наверное, по этому спуску, соскучившись. Кстати, вот тут вот, наверное, я так думаю, реально. Какие-то давние времена. Даже торговля была на берегу. Может, и какой-то типа а-ля ночной клубец тут был. О, ничего себе! Смотрите, я даже не замечал, что тут такая стена. Дорога держится вот на этой стене. Уйдет стенка и дорога уйдет. Угу. Вот это да! Так, ну чего? Чего мы тут видим? красота! Он бетонку подмыло. немножко тоже бетонка ушла. Ну, тут все так и было. но даже солнце зашло. И как будто это потемнело на глазах. Хотя еще часа... Сколько сейчас времени? Наверное, полпятого еще часа? Полтора должно быть светло. теперь уже темнеет. Ну, начинает темнеть после шести. тут вот тоже, видите, сколько валунов. Тоже неспроста берег держат. Да и вот тут возле... Я не знаю, как это институт или как это назвать, они вон все подпорку какую в свое время сделали. Вот, наверное, что-то такое надо было и под аквапарком делать. И не надо было прям высокую. А вот такую вот прям обдержала, наверное, склон. Не давала бы разрушать. Ну, что уже говорить, да? Давайте, кстати, знаете, что сделаем? Вот тут на волнорез сходим. Там народ стоял, воздухом дышал, не стал я там камеру включать. Думаю, пойду сюда, пройдусь. Вода. Ой, морем как пахнет. Вода как слеза. Водичка как слеза. Не катило бы меня то... Аааа, скользко. Не долбануться тут в море. Я даже представить не хочу. Это что делать, если туда долбануться? На улице это не май месяц. Пляжик этот. Медуза, кстати, плавает. А медуза что, не замерзает, что ли? Я ничего не понимаю. Я понимаю, что у них, конечно, бескромные. Но что, они зимой-то плавают? А, ну, вообще-то, где им быть, да? Ну, вот отсюда, наверное, можно платформу разглядеть, что она под наклоном. Смотрите, как быстро небо плывет, а там уже чисто. Мне кажется, сейчас вот эти облака пройдут, и снова светло будет. и я такой оптимист, оптимист. Да, тот берег жалко, что уползает, и эти деревья полезные тоже погибают. Вот как вот здесь сделали вот эту подпорочку. она так красиво смотрится, и вот так вот ровненько вот покатистый бережок. Смотрите, как шикарно. И там вон скамеечки стоят наблюдать за закатом, за морем. И вот если бы вот так же тоже по всей кромке сделали такую бетонку, наверное, бы он так не уползал. Ну, чего теперь уже об этом говорить, когда он уже практически уполз. Я отчего замечаю, я когда захожу на этот пляж, почему-то все время какие-то облака или тучи налетают. А потом, когда я ухожу туда, на пляж под бывший недострой, но солнышко или облака ходят, или солнышко снова появляется. Там удивительная ряда. Кстати, я же тут не был после супер-шторма. Наверное, здесь особо ничего и не было. Или будет? Нет, я был последний раз, я посмотрел, я был в октябре, в ноябре, в октябре. А сюда я еще даже не додумался сходить посмотреть, как тут все после шторма. Ну, вообще, все на месте. Единственное, что видите, все уже, если оно было в ноябре, заржавело на глаза. Сейчас и подавно уже, в феврале. Все это надо было лишь крести, красить. все, идем туда. Я вам говорю сейчас, я только выйду туда, сразу же появится солнышко и будет светло. Красиво вот это нарисовано. так раньше было без домов. Ладьи еще вон плавает. Ох уж этот ветер. Никого. Тишина. Вот это вот, наверное, я думаю, такое здание огромное с такими залами не зря построили. Заделано будущее, когда казино будет. Какой-то, видимо, ресторан такой видовой. Дом этот не продали, еще интересно. Смотрите, как платформа отсюда смотрится. Так, и горы вон какие. кошка. О, нифига отсюда даже видно многоэтажки олубкинские. если вот так вот на длиннофокусный объектив сфотографировать, прикольный кадр будет. Штору нету, видимо, не продали, но объявление о продаже убрали. Может быть, продали. Вот этот дом мне вообще нравится. Представляете, вот с таким видом. прям красота, мечта. На Семеис, на все горы, на скалы, на аупку и восход. Башня штормового бассейна. Отсюда вам виднеется. Штормового бассейна, по идее, какой-нибудь круглый ресторан с высокими потолками сделать. Это что же из камня такое конкретное здание. Кстати, это сталинская эпоха получается прям. Заборчик этот еще на месте с черпицей. Просто в одном месте я видел, что он как бы наклянился. Видимо, его поправили. Эта вот дача мне нравится. Вот такая территория ухоженная. Наверное, многоквартирный дом, я так думаю. Вот без этого железного зеленого уродства. Вон тоже, видите, трубы вдоль дороги. Видимо, тоже делать будут. Ну да, смотрите, вон трубы проложены. меняют. Центр Коцвели. Как же без него? Вон, видите, уже даже пока, ну, оградили там, где идут работы. А, вон, рабочие делают. Смотрите, какая пыль стоит. Это что-то новое. Какие бы ветра не были, я не видел, чтобы здесь пыль стояла. господи, господи, что-то еще. А, это трубы таскает. Не без цветов. и, ох, что это такое. Сцепится прям. Короче, Коцвели ремонтируют. Тут, интересно, мне было, убрали, не убрали от кипарисов эти заборчики. не убрали. Неужели они так раньше стояли, я их не замечал? Мне что-то кажется, что вот они, наверное, лежали раньше. А вон уже лежат. А тут прям с этой стороны бедные кипарисики всю зиму мучаются этими заборами. Интересно, сколько надо, чтобы такой кипарис вырос во времени. Я так думаю, что лет сорок минимум. Ну, чего, ребят? Тарелка эта закрыта. Все тоже под камерами. Теперь это уже тоже те ролики, где я там бегал по этой тарелке и снимал влоги на этой тарелке. Все это теперь уже тоже история. которую можно посмотреть в моих роликах. я вот говорю, что надо, конечно, вот эти ролики снимать 2,7. 4К. Вообще, конечно, 4К снимать, чтобы уже в наилучшем качестве все хранилось на YouTube, вконтакте, и в Дзене. тут он тоже все эти цветочки, которые по бокам цветут. Ой, слушайте, какое красивое небо. Сейчас у меня будет опять по поводу надо бы на берег идти, а я буду фотографировать эти места. Обожаю. Обожаю. Слушайте, как круто смотрится. Я почему-то прошлую зиму не замечал. Февраль месяц, а тут цветы. Эта беседка тоже шикарная, волшебная, с мангальчиком. Ребята, как красиво. Я сейчас охренею, если я туда дойду. А там уже на ремонт набережная закрыта. прям буду как всегда снимать более подробно, чтобы мы потом, когда будет что-то меняться, могли вернуться к этим роликам и посмотреть, чего тут было и что тут стало. полет полет нормальный, все открыто. Сосна какая лепота. лепота. Ну да, все открыто. Может и ниже, конечно, быть забор. Я что-то так думаю, что если буду делать ремонт, закроют прям вот отсюда. тут как всегда идем более медленно, все разглядываем. Вот эту аллейку я очень люблю. Я говорю, я вот тут могу на вот этом склоне прийти, я прихожу, сниму ролик или там, когда гуляю, убираю камеру и сижу вот здесь на склоне на волшебном месте. Смотрю вдаль. По пляжу вроде тоже пока никаких изменений. По набережной вернее. По пляжу такой и подавно. Здесь столько, наверное, килотонн этой гальки надо завести, чтобы отсыпать это все. Так, ну, пожалуй, отщелкаю я это место в очередной раз. Не могу я без этого места не пофотографировав идти. Я что-то такое смотрю, думаю, а где же солнышко, которое я думал, что выйдет. Думаю, сколько время? Я там сказал на том пляже, что время где-то по моим ощущениям полпятого. И сюда вот я дошел. сколько? За сколько я дошел? За полчаса? Значит, пять должно быть, а уже полшестого. Короче, получается, мы на том пляже были где-то в пять. Вот. Все. Идем, ребята, дальше. Так, по идее, если бы был закат, мы сейчас бы в самое нужное время были здесь. Потому что вот сейчас плюс-минус солнце начинает садиться. Но, кстати, я говорю, я никогда не жалею о том, что нет солнца, потому что облака тоже красивые. Кадры мне прям нравятся, и фотографии мне нравятся, когда облачно. Даже может быть и больше, чем когда солнце. слепит солнце. Небо такое. Ну, честно говоря, солнце тоже нравится. Все мне нравится. Все хорошо. Главное, дожди не лили без остановки. А так не облака хорошо. И солнышко хорошо. Так, ну, все открыто, короче. Все нормально. Ничего пока еще не началось. Я вон вижу, что там на пляже, на набережной заборы, которые поставили, чтобы огородить территорию недостроя. Неповаленные ветра-то хорошие. А, ну, еще же мега-шторм был. Вот, кстати, очень хорошо Крым спасает вот от этой зеленой порнографии. ее сильные ветра зимой. Прямо он сам очищается и скидывает с себя все вот это. Так. О, а вот этот заборчик тут был? Что-то я не помню. Или его так развернуло? или же уже видите, как все позабигачено? А, все. Переокрыто все от жадности. Кстати, это же после шторма. Смотрите, какие большие блоки. Разворачивало. Офигеть, я вам сейчас покажу Видите, перила валяются А смотрите Тут Все тоже перила смялись Тут и так бедных этих перил Нифига нет Все такое Ржавенькое И еще смыло Вот этот был пост Охраны Такая колонча И ее тоже смыло Идем туда дальше В ту сторону не пойду Потому что в ту сторону сверху посмотрели Дерево высохло, видите Я что-то даже не замечал Не по щелчку оно высохло Наверное, давно сохло уже А я даже и не видел Вдалеке красивый закат Давайте посмотрим Как стихия Открывает набережную Прикиньте, какие волны тоже тут были Что вот так вот блоки эти огромные Пораскидывал Офигеть А вот тут Была Ну спасалка здесь была Вон все валяется, видите Все Природа очистилась Вот эту спасалку прям с корнями все вырвало Прям аж плита вырвалась Вот такие ребята тут Пироги А что до меня сразу не дошло После шторма Сходить посмотреть Ну знаете, во чего не дошло Не пошел я, ребята, наверное Потому что, ну все равно Это пляж такой Тут особо не кафешек Ничего нет И вроде как рушиться-то нечему А нет Вон Природа Очистилась От заборов Где-то Очистилась от кафешек А где-то от заборов Так, ну и чего у нас тут Троподы О, а вот тут вот стояли А вот, наверное, от лавочек Фрагмент Ой, вон от лавочки фрагмент Были тут две лавочки Которые бедные, знаете, жгли Только на них сделают сидушки Их берут И тут сожгут Вон куда их откинуло Эти лавочки И вообще разбило Все Нет теперь тут лавочек Вообще Кстати, небо там красивое Сейчас мы туда подальше отойдем Все равно О, и еще я что говорил вам Когда я был на том пляже Что я как ухожу с того пляжа Небо очищается Когда я вот сюда прихожу Смотрите Какая красота И даже реально там Вдалеке видно А-ля закат И я тоже тут Совсем Один А небо А небо А тут еще, ребят, смотрите Сколько гальки Наверное, с соседних пляжей С соседних хат Всю гальку сюда поприбивала А в прошлом году В январе месяце После Нового года Я сюда пришел Помню И у меня Челюсть-то и отвисла Когда я увидел Что Недострой почти разобрали Я тоже Я тоже Снял ролик Написал Все, недострой разобрали Назвал ролик Ну, что-то такое Плюс-минус Ну, это я уже так Сейчас не помню, конечно Но должен был я так его назвать А потом Слава Поехали с Юлей Мне тоже Пишут Игнат, а ты видел Что там А был уже где-то Наверное, март или апрель Ты видел, что там Недострой убрали Это как мне С пляжем на юности Все стали под влогом Писать Игнат, а ты видел, что Пляж на юности закрылись А если посмотреть, говорю Ролика три назад У меня прям называется Влог Что с пляжем юность Произошло Так же мне писали Игнат, а ты видел, что Недострой убрали Я его еще в январе увидел Я говорю, я когда иду такой Ну, всегда же Привык, смотришь Так, давайте Лучше природу буду показывать И махина эта такая Нависает Над берегом А тут я такой Тоже пофоткал Как всегда Вот эти вот Хвойные О А тут Так было Что-то у меня такое ощущение Что как будто Не было, что ли, залито Или это так уже Галькой закидало И землей Что тут уже в бетон Под низом Ну, я говорю Смотрю Лифт Спускаясь Пофоткал Все эти хвойные Смотрю Такой Пустой До меня не сразу Вот дошло Я его Мое Смотрю Со мной еще Зум-камера Хорошо было Я прям приблизил Показал, как Там оставался Первый этаж И как раз Первый этаж Разбирали У меня в том ролике Есть Как убирали Тоже смотрите Я один Спустился Мужик какой-то Прошел вокруг меня Круг И ушел Видимо охранник Вот этого санатория Все же открыто Ну, санатория Не достроен Все же открыто Видимо Ходят Патрулируют территорию О И вот этот забор Тоже весь Разбило Ну-ка Сейчас посмотрим Хлам Прям разбило Этот забор Весь Тут, кстати, сверху Такой променадик Прикольный Если сюда подняться Смотрите Смотрите Прям вмяло В ступени В общем, ребят Все Посмотрели мы с вами До этого места Я и хотел пройти Все Показал Ну и Жду вас в комментариях Жду от вас лайк Если говорю Вдруг не подписанный Подписывайтесь Дальше Весна Цветущий Крым Много красоты Все буду снимать Все буду показывать На сегодня все С вами был Игнат Из пока еще Зимнего Крыма Пока-пока Продолжение следует...